друзья всем привет сегодня я хочу продолжить тему как мы восстанавливаем дарину такими вот нетрадиционными способами вот так как уже наше лечение не раз оправдала себя как одно из более самых таких вот эффективных так как те методики я вам уже рассказывала нам не приносили никакого положительного воздействия то мы выбрали абсолютно безвредно альтернативное так скажем средство которое собрано тысячелетиями и сейчас я с вами начну делиться первое с чего я хотела бы начать наверное это с очищение нашего организма в том числе моего организма мужа конечно же дорежки здесь больше представлено то чем лечим дарину вот и начнем мы с пожалуй с перекиси водорода и так перекись водорода ну мы все знаем что это антибактериальные рано заживляющее средство которое используют для наружного применения но его также можно употреблять и для очищения организма мы как раз в этом применении его и используем при употреблении перекиси внутрь она действует тем же способом что и при наружном применении то есть также уничтожает бактерии которые наносят вред нашему здоровью но здесь нужно строго соблюдать дозировку и частоту приема препарата я вам сейчас расскажу немного при ежедневном приеме перекиси водорода наш организм получает кислород который улучшает все процессы клеточного обмена и регенерации противопоказания абсолютно нет никаких его можно давать но этот препарат также можно давать детям мы векушки планируем когда и будет года 4 но здесь есть свои нюансы перед тем как начинать курс нужно изменить рацион питания то есть абсолютно исключить тяжелые все вредные продукты должны преобладать злаковых много свежих отварных овощей обязательно фрукты и ягоды но естественно газированная вода алкоголь мы тоже это все исключаем ну я щас в общем рассказываю потому что мы сможем тоже принимаем этот препарат но для даришки это вообще незаменимая вещь при детоксикации до при очистке организма вот ни с чем нельзя смешивать несколькими искусственными добавками не с какими вот этими витаминами аптечными мясо можно употреблять но только не жирная но паровая телятина птица то есть мы даем телятину индейку утку также следует проверить дату когда вы будете покупать в аптеке обратите внимание на дату если у вас уже где-то перекись залежалась аптечки вы и выкинете потому что весь курс нужно начинать с нового флакона чтобы никакой просрочки не было трехпроцентная перекись водорода и так начинаем принимать перекись водорода вовнутрь только в разбавленном виде очистительный курс начинают с 1 с 1 и 2 капель разведенной в столовой ложке чистой воды дозировку ежедневно увеличиваем на одну каплю пока не дойдем до 30 капель также мы растворяем в столовой ложке можно в 30 капель развести столовой ложке воды выпить натощак натощак до первого приема еды но до первого завтрака после того как мы приняли перекись нельзя ничего есть и пить в течение часа затем можно уже кушать в обычном режиме приема однократный раз в день еще раз повторяю столовая ложка начинаем по одной как под по одной-две капли воды и так доводим до 30 капель как только мы дошли до этого количества капель пьем 30 дней 30 дней пропили и делаем перерыв не менее недели затем повторяем вот мы повторяем в волоксе практически пьем его всегда муж пьет без остановки без перерыва дорежку я все выдерживаю согласно нашему курсу следую то есть месяц 30 дней пропили неделю отдыхаем дальше начинаем пить опять недели перерыв я также следую все что я вам сейчас рассказываю все что буду показывать я это пробую всегда на себе то есть я даринку во всем поддерживаю питание лечение мы с ней вместе мы с ней команда результаты очень хорошие поверьте мне если бы что-то вот я сомневалась я бы не стала сейчас вот тратить на это даже время потому что мы прошли мы все прошли вот дорогостоящих препаратов и сейчас вот пришли таким простым средством которые помогают лечат восстанавливают просто спасают нас особенно дорежку конечно данные методы лечения официальная медицина не одобряет и они очень так противится но есть я вы же в этом плюсы поэтому перекись очищает не конкретную систему до организм в целом так теперь я представляю вашему вниманию сода это все в продолжении очищения организма используем соду очень проводим очищение такое интенсивное очень все несет такой полезные в такой вот полезный характер так если можно выразиться для всего организма вот от всех заболеваний которые вот которые преследуют загрязненный организм так как еще раз повторю дарина очень был зашлакован организм сода все абсорбирует все чистит все выводит за минимально короткие сроки сейчас я вам все подробно расскажу значит нам сода вот и я сама опять же принимала дарину пою самое главное что на устраняет из организма тяжелые металлы также способствует растворению вот всех этих вредоносных элементов отложение камней солей в суставах вот в общем сода обладает большим большим количеством преимуществ ну все знают ее могут применять для ликвидации там сжоги ополаскивают рот ну мы чистим организм также сода хорошо способствует устранению многих заболеваний чистит кровь устраняет паразиты которые вот к нам подселяются вовнутрь вот в общем она прекрасно справляется со всеми этими проявлениями так ну теперь давайте я расскажу как правильно пить соду потому что много немало есть описание проведено немало также вот исследований кто-то пишет что можно даже похудеть но я вам сразу скажу в такой метод с головой уходить не стоит есть в этом тоже нюансы я вам сейчас все расскажу смотрите так как мы принимаем соду для очищения его можно еще так назвать для ощелачивания организма то есть определенные так скажем последовательности но именно заключается в том что нужно аккуратно следовать постепенно берем например щепотку соды разбавляем ее там 200 миллилитров теплой воды и употребляем за 30 минут до первого приема пищи и проверяем свою реакцию ну просто привет проверьте себя чтобы вас там не было вздутия в кишечнике чтобы вы вас не тошнило не мутило то есть это такая скажем тест проверка как только вы понимаете что ничего с вами таких вот ощущений вы не испытываете начинаем с пол чайной ложки завариваем крутым кипятком на стакан воды ну то есть на 200 миллилитров воды остужаем до температуры 40 градусов и употребляем за 30 минут до первого приема пищи натощак длительность у нас такого курса составляет 10-14 дней обязательно не более вот используем соду один раз в день ну я даришь и даю два раза в день вообще можно и один раз вот и потом дав вода вожу до чайной ложки то есть наша доза сейчас сейчас уже так как дарина уже привыкла таким очистительным раствором мы да мы и даем уже чайную ложку соды на стакан воды утром и вечером 14 дней потом перерыв перерыв также должен быть не меньше 14 дней и я смотрю по ее состоянию по состоянию вообще кожи по состоянию стула и я понимаю нужно ли мне повторить повторный курс либо перерыв там на месяц на два мы такое себе позволяем так ребята переходим к тем средствам которые нам помогают повышать иммунитет вот совсем недавно мы открыли такой препарат называется aqua бонус вот я вам поближе подвину вот так вот выглядит это абсолютно такой вот маленький совсем флакончик аква бонус вы знаете я его только изучаю мы его начинаем вводить дарине вообще его называют еще пограничной водой я могу сейчас такого наговорить лишнего потому что я только только начинаю изучать но я так поняла что обнаружена вот это вот пограничная вода какие-то вот есть движущие воде тела и там вот она была обнаружена то есть она какой-то несет повышенный отрицательный заряд что максимально приближает к ее к воде которая вот как раз характерно для нас для внутренней среды человека и для всех наших живых организмов да вот немного так сумбурно но я говорю что я пока только изучаю этот препарат мы вводим его дарине для именно повышение иммунитета он очень хорошо влияет на работу всех иммунных клеток чтобы они правильно работали клетки вот и очень хорошо вот это вот вода она помогает увеличивать количество как же забыла называется количество электро отрицательных ядер вот честно еще не изучила что же такое вот эти вот электро отрицательные ядра но я так поняла что они отвечают за наш биологический возраст то есть они нам помогают его снизить что ли так скажем что ну чтобы мы не ранее в общем не изнашивались не старели не не дряхлели что-то вот такое вот но очень хорошо укрепляет иммунитет для нас это очень важно и опять же повторюсь безопасный продукт вот и как мы его принимаем сейчас скажу также столовая ложка воды чистая обязательно чистая вода должна быть делаем такой спрыск два раза и даем до вещи тоже выпивать натощак там за 20-30 минут до еды вот и либо можем просто сделать и поражение без столовой ложки сразу на щечки на язычок на небо вот два таких опрыскивание достаточно один раз в день принимаем так дальше я хочу вам показать индийская такая приправа асофетида называется вот и но это тоже в продолжению в продолжение тема чем мы повышаем работаем иммунной всей системы дарина но и не только и так значит какие целебные свойства она имеет еще раз повторяю это асофетида индийская приправа продается во всех магазинах вообще без она недорогая проблемы нет ее купить но я вам все ссылки оставлю не приобрести чтобы вам было удобно и так а полезные свойства улучшает хорошо пищеварение до нормализует работу желудка естественно улучшает флору кишечника и избавляет от таких неприятностей это как образование газов сдутие живота отрыжку в общем снимает колики нормализуется 100 особенно эффективно от запорах у меня кто-то спрашивал марин какое средство вы используете при запорах вот недавно мы открыли вот это вот приятное для себя средства приправа при том ее можно использовать абсолютно во всех кулинарных бобовых блюд но вот я даю дарение всегда не даю готовлю суп из чечевицы бобовые злаковые рыбные я добавляю на кончики ножа вот и достаточно дарина хорошо переносит много есть способов есть у меня рецепты как использовать именно асафетиду как лекарство при заболеваниях горло как успокоить нервную систему вообще детям она полезна асветида на снимает истерики у деток в общем для тех деток у кого есть повышенная возбудимость и такие вот нарушения психикой то можно им даже делать клизмы с применением асафетиды друзья я вам оставлю обязательно ссылку где есть вся информация именно асафетиды как использовать в виде лекарства и и то есть не именно как приправа для приготовления блюд а вот именно ее все полезные свойства для лечения потому что там много есть рекомендаций рецепты чтобы не занимать много времени я вам оставлю ссылку и вы все это узнаете в общем направление широкая о этой приправы и при зубной боли я еще читала что его можно использовать вот так же для повреждения восстановления вот мышц после занятия уфк если что-то там вы переусердствовали с вашими детками это тоже можно использовать для профилактики для устранения болей вот то есть она ускоряет заживление всех тканей и облегчает боль теперь я вам хочу еще раз напомнить про наши эфирные масла которыми мы лечим вирусной инфекции это масло эвкалипт и масло чайного дерева масло чайного дерева у нас уже такое все потертый мы его используем каждый день для векушки для даришки вообще для всех нас для всех наших близких кто к нам приходит в дом но вот нянечки тетя или наша то есть у всех есть такие флакончики с чайным деревом так как они помогают бороться вот с такими вот вирусами которые умеют такую способность мутироваться как-то переходить из живой формы в неживую в общем с ними борьба постоянная должна быть и как эффективно бороться как мы боремся я вам еще раз напомню и так масло чайного дерева каждый день не забывайте своим деткам себе выходя из дома да даже просто для профилактики если вы находитесь дома берете базовое масло можно кокосовое можно масло авокадо любое базовое масло мы используем всегда кокосовое пол чайной ложки мы добавляем 3 капли чайного дерева смешиваем и смазываем носовые проходы в ушки немного смазываем прям в 1 палочкой аккуратно и остаточной вот этой вот уже смесью готовы я смазываю все небо горлышко щечки зубки вот так вот вирусы мы предупреждаем их образование то есть мы с ними вот так вот воюем и их не пускаем в организм также идете на улицу в какой в какие-то в общественные места не забывайте иногда я прям чистом виде мажу слегка носик не бойтесь ничего вы не сажете я также это все пробую на себе век ушки дарит даринки обязательно каждый день вику в садик водим помазали вику и садика привели намазали то есть это у нас каждый день начинается наша гигиена полости рта после того как мы умылись почистились выпили все наши очистительные растворы содовые там с перекисью мы начинаем уже обрабатывать носики ушки вот масло эвкалипта мы добавляем иногда в ингаляции аромалампы и если ребенок от кашляет и кошка когда кашляла мы капали на салфетку на марлю несколько капелек ложили рядом с подушечкой она дышала ей было легче переносить вот такой вот недуг когда совсем она не могла дышать и прокашляться также мы дарине в рацион добавляем масло амарантовое масло так оно и называется видно вам да потому что я сижу вот амарантовое масло ну что очень тоже важно для нас продукт так как он несет профилактическое такое профилактическую важную роль в отношении онкологических даже заболеваний вот главное что поддерживает функцию зрительного нерва улучшает зрение для дарина и повышает эластичность во всех кровеносных сосудах что немаловажно так как у нас они тоже все пострадали после того как все случилось и еще содержат много кальция вот что я еще помню по этому продукту также жирные все аминокислоты большое содержание всех жирных полинасыщенных кислот вот также есть линолин так как она называется жирные кислоты вот эти вот пальмитиновые в общем не буду умничать но что-то и много-много жирных кислот надо будет почитать все это вспомнить но естественно витамин е минералы вот железо фосфор кальция я уже вам говорила вот поэтому чайная ложка во время еды утром и вечером еще также хорошо но имеет направление для борьбы в борьбе с аллергией то есть она абсолютно наоборот способствует для того чтобы в этом в процессе полезно при аллергии при всяких там экземах гипертонии если есть у кого то есть вот масло тоже широкого такого спектра широкого свойства а вспомнила есть в нем высокое содержание олеиновая кислота вот но это то что относится к омеге-9 если мы раньше покупали все вот эти вот для дорожки из италии привозили вот эти все омега-6 омега-9 там какие-то рыбные добавки вот эти все рыбные витамины для витамины b12 для клеток головного мозга вот эти все препараты то сейчас мы переходим на натуральные масла потому что в них содержится намного больше всех этих кислот то что не не содержится во всех этих витаминах притом дорогостоящих так теперь я вам хочу показать вам не видно совсем да вот так вот выглядит бутылочка это вода чайного дерева это новинка наша мы ни разу ее не пробовали сейчас вот она у нас самое что вот прям новое начинаем начали уже сегодняшнего дня сейчас скажу как мы используем ее для дарины в каких целях ну так как мы все понимаем что чайное дерево это вообще самый сильный антисептик да у него имеется широкой такой спектр действий что обладает сильным противогрибковым антибактериальным и антивирусным действием поэтому очень эффективно при таких вот инфекционных заболеваниях также эта вода хорошо укрепляет иммунитет вот при герпесе можно прям брызгать забрызгивать она вообще не ядовитая не ядреная сама ее пробовала то есть приятная такая водичка но с большим содержанием вот этих вот всех антисептиков которые я уже выше вам перечислила что мы делаем для даринки как ее используем утром и вечером да и в течение дня я могу и опорыскивать ручки так как в этом мы сами ходим каждый день мы можем каждый день несколько раз день можем помыть ручки то даришка я протираю салфеткой мы купаем ее только вот вечером перед сном спрыскиваю ей ножки в течение дня ручки ладошки полость рта зубки могу на ватный тампончик на ватный диск нанести как видела сьона протереть личико ушки также опорошая то есть спрыскиваю ручные раковины носик в общем это просто такой хороший природный антисептик и так значит про чайное дерево вода чайного дерева я вам рассказала все она у нас передвигается теперь у нас что это иланг-иланг ой это вообще говорить могу долго его естественно можно использовать как косметическое средство для кожи там для головы для я не знаю ну можно также увлажнять кожу лица шея пробовала запах такой благовония ну иланг-иланг кто знает тот со мной согласится вот что и как мы используем это эту воду для дарины после того как мы ее покупаем если мы по моему голову голову моему ей не каждый день после того как я и помыла голову прямо на влажные волосики я и все это тоже спрыскиваю каждый участок головы волосики и идет такой приятный аромат какое-то идет наполнение ну просто такое вот приятное ощущение вот этой свежести иланговой теплое такое что-то вот как будто вот мы где-то в раю простите за такое вот отвлечение но мне очень нравится это средство очень вот и что самое интересное почему мы спрыскиваем только на ночь так как она успокаивает нервную систему и влияет очень благотворно на сон вот еще раз обратите внимание вода иланг-иланг следующий у нас идет кипарисовая вода и что я как и мы используем для дарины я вам рассказывал видео полезные способы лечения дарины что мы для работы правильного органа такого головного мозга самого главного как как турецкое седло мы у нас есть такая расческа дарсонваль микротоки и мы по всему турецкому седлу проводим вот такие движения как будто мы расчесываем волосы после того когда мы прошли все вот этими дарсонвале но микротоки да мы спрыскиваем кипарисовой водой эти участки вот так как во первых это обладает кипарис бактерицидным действием вот и активизирует кровообращение а так как микротоки его усиливает то он еще и выступает в качестве проводника и кипарис проникает глубже в своем действии вот поэтому еще кипарис хорошо успокаивает приступы кашля так ты что друзья хочу вам пожелать здоровья вот потому что будет здоровье и будет радость а после радости всегда приходят части и все неприятности отступают и во всех делах нам приходит удача поэтому от души вам хочу пожелать здоровья радости и всех благ на вашем пути всего вам доброго и до новых встреч и и и и и и Продолжение следует...